У меня нет мужа и детей. Мне 42 года. Я слушаю ваши лекции в интернете и стараюсь выполнять ваши советы. У меня в гороскопе, ну то есть там определенные гороскопы, как бы данные по гороскопу, мой вопрос, какой смысл моей жизни и цель? Ага, хороший вопрос. Давайте об этом поговорим. Смотрите, у любого человека, хоть есть у него муж, хоть нет мужа, хоть есть дети, хоть нет, у любого человека главная цель жизни это понять три вещи. Первая, понять, что я душа, имею вечную природу. Вторая вещь, понять, что есть Бог. И третья вещь, понять свои отношения с Богом и с высшими силами. Вот эти три вещи называются высшей целью жизни любого человека. Для этого мы родились в человеческом теле. Если не хотите, пожалуйста, можете поставить себе другую высшую цель. Но цель человеческой жизни, смысл человеческой жизни в этом случае не будет осуществлен. С этой точки зрения, хоть есть у тебя дети и муж, хоть нет, не имеет значения. Высшая цель жизни от этого не меняется. Теперь, кроме высшей цели жизни, есть жизненно важные цели. Жизненно важные цели означают три вещи. Первое. Надо постоянно заниматься самосовершенствованием с целью достижения всех аспектов своего счастья. Если человек не занимается самосовершенствованием, он не будет счастлив. Потому что только работая над собой, человек повышает все и материальные, и тонкоматериальные, и духовные аспекты своей жизни. Что такое материальные аспекты своей жизни? Наличие пищи, наличие дома, наличие одежды, наличие хорошего места для жизни. Там, хорошей страны и так далее. Это грубоматериальные аспекты жизни. Что такое тонкоматериальные аспекты жизни? Это количество средств. Тонкоматериальную природу имеет. Дальше. Количество славы, власти, успеха, красоты, талантов и так далее. Что такое духовные аспекты жизни? Духовные аспекты жизни — это понимание, что ты душа, понимание своих отношений с Богом, понимание, что есть святые люди, понимание, как надо отношения с ними строить, понимание, что есть священные писания, понимание, что есть высшие силы в этом мире, которые могут тебе помочь в жизни или помешать, понимание, что есть также и те силы, которые препятствуют развитию человека. Это все духовные аспекты жизни, более глубокие, чем мы можем себе представить. Они труднодостижимы для человека. Все духовные аспекты жизни передаются только от учителя к ученику. Человек не может своими силами понять духовные аспекты жизни, потому что они передаются через особый вид энергии, который вообще труднодоступен для понимания. Этот звук энергии называется шабда. Этот энергия называется шабда или духовный звук. Вот, допустим, я говорю, в моих словах есть духовный звук или нет? Может есть, может нет, и можно проанализировать. Веды объясняют, как это проанализировать. Если когда человек говорит, в сердце возникает глубокая радость и глубокое удовлетворение, чувствуется смысл жизни, чувствуется, что это поможет мне развить себя как личность, в этом звуке чувствуется вечность, и важность, и глубина, значит, шабда в словах есть. Если звук пустой, то есть он говорит о высоком, но сердце не трогается, жизнь не меняется от этого, вдохновение в жизни не приходит, значит, шабды в словах нет. То есть духовный звук – это очень важный аспект нашей судьбы, потому что только он меняет наше знание. Веды говорят, вот сколько мы знания получили в жизни, столько мы и пользуемся. Допустим, некоторые думают, я вот сейчас подумаю и пойму что-то больше. Бесполезно, потому что только духовный звук меняет саму характеристику наших возможностей понять. Поэтому веды говорят, если человек слушает голос святого, молится святому человеку, совершает сам в результате шабду, то есть звук с верой может изойти из меня самого, не только из другого человека. Если я это делаю для удовлетворения святого человека, а не для себя, потому что шабда имеет полностью бескорыстную природу, человек не может по своей воле его произнести духовный звук. Он или идет через человека, или не идет. От нашей воли это не зависит. Это зависит от влияния высших сил. Понятно, да, идея? Тот человек, который считает, что через него духовный звук идет. С этого момента духовный звук перестает идти сразу. Почему? Потому что он может идти только через смиренное сердце. Ну, это такая целая наука, которая называется духовное знание. Но в целом, как бы, эта наука гласит, что новое знание, которое поменяет мою жизнь, может прийти только извне. Оно не приходит изнутри. Оно может прийти изнутри. У того человека, который уже подчинен святому человеку, и в молитве его, направлено на святого человека, тоже может прийти изнутри. Новое знание, которое новое понимание жизни даст, новую судьбу, новую жизнь, которая будет лучше. Сам человек не может себя из болота вытянуть за волосы, поэтому есть определенная карма, она действует, и она будет создавать жизнь. Какая жизнь есть, такая есть. Допустим, человек говорит, вот у меня столько-то лет, у меня нет детей и мужа. Какие варианты, что это все появится? И как бы сорок там с лишним лет. И большинство людей скажут, да никаких вариантов, там тебя обманывают эти психологи. Если в сорок два года не вышла замуж, детей не родила, значит ты не родишь и не выйдешь. Ну это прагматическое мышление, то есть просто опыт жизненный, здравый смысл. Так? Но этот здравый смысл на чем основан? На материальной энергии. Никакой шабды в нем нет. Потому что что такое шабда? Это сила, которая меняет все. Она меняет карму. Если человек начинает заниматься духовной практикой, он реально может поменять свою судьбу. Может появиться муж. И даже в 50 с лишним лет может появиться ребенок. Он скажет, ну как, рожать-то уже нельзя в это время. Да. Но ребенка же не обязательно рожать. Его можно взять на воспитание. Он скажет, ну это же не мой ребенок, почему не ваш? Это будет вашим ребенком. Бог может дать ребенка в любом возрасте, понимаете? И это будет чувство, ощущение реальное, что это мой ребенок, а не чужой. Поэтому все возможно в этом мире. Не думайте, что здесь есть чего-то невозможное. Надо просто понять, что духовная энергия – это спасение человека, а не его прагматичное мышление. Поэтому будет муж или не будет, будет ребенок или не будет, человек по-любому должен очень много времени уделять молитве. Потому что даже если у человека не будет ребенка и мужа, значит у него будет другой какой-то важный смысл в жизни. Ко мне подошла одна женщина. Она несколько лет подряд приходила на мой семинар и спрашивала меня, я выйду замуж или нет? Я говорю, вот ведите себя так-то, так-то, ну развивайте все женские черты характера, выйдите замуж. Она развивала женские черты характера, потом опять пришла ко мне на следующий год. Я выйду замуж или нет? Я говорю, уже как бы больше вы развили женских черт характера, дальше развивайте. Она пришла через три года и спросила, я выйду замуж или нет? Я посмотрел на нее, посмотрел на левую руку, посмотрел на ее судьбу и сказал ей такие слова, которые я мало кому говорю, может быть нескольким человеком в жизни своей. Я ей сказал, вы знаете, самое лучшее в вашей жизни – уйти в монастырь. И она так обрадовалась. Она посмотрела на меня и сказала, я так и знала, я так и знала всю жизнь, зачем вы меня обманывали? Я говорю, так я не знал, поэтому я обманывал, а теперь я тоже узнал об этом. У нее в сердце уже было знание о том, как ей надо жить. И не факт, что эта жизнь несчастная. Не факт. Некоторые люди думают, о, в монастыре это значит все, погибнуть для своих желаний. Не факт. Мы не знаем, в чем наше счастье. Но когда человек молится святому человеку, он об этом узнает. И в этом заключает смысл молитвы. Где мне жить, с кем мне жить, как мне жить, никто не знает. Но когда человек молится, он узнает это. Для этого и нужна молитва. Ни один психолог не сможет вам это объяснить. Допустим, вы приходите к психологу, он говорит, живи вот так. Вы уходите от психолога и говорите, я не согласна. Зачем тогда ходила? Пошла к следующему, опять не согласна. Пошла к следующему, опять не согласна. И так бесконечно. Пока он тебе не скажет то, что ты хочешь сама. А вот теперь я согласна. Так нафиг тогда ходить. Делай просто, что ты хочешь, и получай результат. Но если человек молится, у него в сердце появляется правильный ответ, который чаще всего в 90% случаев не соответствует желаниям человека. Правильный ответ получается в сердце, и также есть желание. И вот тогда человек, когда идет к наставнику, он слышит точно такой же ответ из его сердца. И тогда человек думает, блин, точно вот я во время молитвы почувствовал это правильно. А мое желание неправильное. Но он еще не поступает так. Он потом еще раз к наставнику приходит, и тот ему опять говорит то же самое. И он думает, все, буду делать так, как наставник сказал. И это называется разумная жизнь. Победа над своей судьбой. Потому что что такое судьба? Это сила, которая действует через желание. Не факт, что ты обязательно должен так делать. Желание заставляет. Но не факт, что ты должен так делать. Ты можешь подействовать и так, как говорит тебе старший. У тебя есть свобода выбора. У тебя есть два варианта в жизни. Или идти путем Бога, или идти путем кармы. Когда человек идет путем Бога, он защищен Богом в своей жизни. Бог защищает его. Хоть этот путь кажется непереносимым и трудным всегда, но этот путь всегда лучше и легче в тысячу раз, чем путь кармы. Когда человек идет на поводу у своих желаний, он всегда страдает гораздо больше. У меня был трудный период в жизни. Я подошел к своему духовному учителю и сказал, у меня есть три варианта жизни, как мне жить. Три варианта. Я вам не буду рассказывать подробности, мне стыдно. У меня было три варианта. Я ему сказал, вот этот первый вариант, мне хочется так жить. Вот этот второй вариант, я бы смог так жить, но очень трудно. И вот этот вот третий вариант, я, наверное, никогда не смогу так жить. Как мне поступить? И он мне сказал, третий вариант самый лучший. Если ты так будешь жить, ты будешь очень счастлив. Второй, это такой вариант, при котором тебе будет очень легко достигнуть своих целей. А третий вариант самый плохой. И знаете, какой я выбрал? Самый плохой, конечно. И нахлебался не солоно в результате. Но зато я теперь знаю, что мой духовный учитель настоящий. Он не ошибается. Мне понадобилось 15 лет, чтобы это понять. Не то, что 15 лет, но как бы жизнь показывает, что это так. Так строится отношение с святым. Не обязательно как бы ты будешь всегда выполнять его наставления. Не факт. Но как бы идет экспериментальный опыт. Понимаете? Понимаете?